Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад по запросу, будут ли у меня новые отношения. Подумайте о себе, произнесите свое имя и сосредоточьтесь на себе, на своем желании, о том, что вы хотите новые отношения. Итак, нам показывает оракул. Не знаю, кого мы сегодня притянули на расклад, но нам показали императора. Ну, во-первых, человек лидер властный, и он считает, что все в своей жизни он делает правильно и получает то, что хочет. Также это может указывать, что мужчина может быть женатым. Также нам выпало ораку последствия, то есть из этих отношений, из этих связей могут выходить какие-то последствия. Но, несмотря на это, вы будете очень сильно притягивать мужчину. Он будет к вам идти как завороженный. То есть, в каком-то смысле слова, он будет от вас зависеть. Уж чем вы его зацепите, я не знаю, но мужчина просто, ему будет физически вас не хватать. Он все время будет стараться находить повод, чтобы с вами встретиться и с вами как можно больше времени находиться. Конечно же, отвечая на вопрос, будет ли новые отношения, сразу же нам карты показывают, да, будут. Но будет не все так гладко, показывает разбитое сердце. Оно может быть как и у вас, так и у него, или вообще в целом. Показывает на то, что у ваших отношений будет не все так просто. Будут переживания, слезы. То есть, все как обычно бывает в любых отношениях. Но будет непростой период в ваших отношениях. И к этому нужно, как говорится, быть готовым, подготовиться. Конечно, возможны будут ссоры, недопонимания. Но это бывает. Но, судя по другим картам, это пройдет для вас, можно сказать, в мягкой форме. Но все равно переживания, разбитое сердце присутствуют. Рыцарь кубков выпал. Мужчина, безусловно, будет в вас очень сильно влюблен. Сильное влечение у мужчины будет к вам. Также для некоторых показывает, что, возможно, мужчина будет младше вас. Также эта карта указывает, что у вас произойдет сближение, как в эмоциональном и духовном плане. И у вас будет физическое влечение, интимная связь. Опять же, рыцарь кубков показывает, это опять же на новую встречу, новый партнер, новые отношения, которые у вас будут между собой бурный роман. Который принесет вам новое приятное ощущение, переживание, сюрпризы. Также это указывает, что знакомство может произойти, когда вы получите приглашение на какую-то вечеринку от их с друзьями, либо в гости к родным. Интуиция здесь играет очень важную роль. Прислушайтесь к ней, она подскажет вам правильный путь. Также в ваших самоотношениях показывают, что очень много будут говорить у вас за спиной, насмешки, какие-то упреки. То есть не идите ни у кого на поводу. Основные преимущества – тактичность, мягкость, чувствительность. Ну и выполнен аркан звезда – это в любом случае надежда, вера, мечты. Звезда, она показывает влюбленность. То есть и вы, и мужчина между вами вспыхнет. Это очень приятное, яркое чувство. Союз ваш будет многообещающим, так что вы вместе можете строить совместные планы. И опять же показывает, что между вами произойдет свидание, и вы можете рассчитывать на более долгие отношения. Также аркан звезда, она показывает, что между вами будет абсолютное доверие, нежность, отличная сексуальная совместимость, общие планы на будущее. Союз перспективный. Вы будете любить друг друга, то есть влюбленные будете вдохновлять и поддерживать друг друга. Поэтому оба вы полностью будете раскрываться перед друг другом. Карта также может говорить о том, что влюбленные не живут вместе. То есть есть у вас расстояние. По крайней мере, вот сейчас это показывают. То есть мы уже спрашиваем, будут ли у нас новые отношения. То есть на данный момент, видимо, показывают, что не живут вместе. Но то есть редко видится. Поэтому и интерес у вас друг к другу такой же, как в начале отношений. Ну и карты вам советуют, что не бойтесь строить планы, развивайтесь и стремитесь к самореализации. Мечтайте, это прекрасно, но не нужно жить только мечтами. Метафорическая карта показывает слежка, ревность, наблюдение, сплетни, нечестность. То есть перед другом вы будете честны, открыты. Вы будете делиться друг другом всем, что у вас на душе. Все, что, допустим, у вас за день случилось, вы будете друг другу рассказывать. Ну и ревность между вами будет присутствовать. Вы будете, может, так сказать, наблюдать друг за другом. Ну и вокруг вас, вашей пары, будут ходить сплетни. Ну вот так вот нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok